Да, мы начинаем, начинаем, 100%, я включил запись. Все, мы переходим к более актуальной части, современной части наших встреч, и о значении, скажем так, оскала без сионизма и нео-сионизм, ответ на нее. Да, то есть мы видели, что 100 лет тому назад, что 20-150 лет тому назад, оскала, у нее было два противоположных направления. Одно, которое полностью отводило от народа в ассимиляцию растворения среди других, и другое, которое наоборот приводило к народу, к еврейскому, раскрывая нераскрытые пласты его идентичности, как язык, как земля, как оборона и так далее. Да, и один из этих пластов, как я бы сказал, это был язык, это был язык, а именно какой? Иврит, возрождение, возрождение древнего языка не из смерти, он никогда не умирал, как мы знаем, на нем писали, на нем молились, на нем иногда, очень редко, но все же даже общались, на нем учились, да. На нем писали письма, на нем публиковали книги, часто, да, но не разговаривали, да. Так или иначе, так или иначе, одно из главных достижений сионистского движения, это было возрождение евритм. Какое-то имеет отношение к сегодняшнему миру. Мне кажется, что наиболее яркое проявление этой актуальности, дилеммы, о которой я говорил, это то, что буквально две недели, меньше двух недель тому назад газета «Маков и Шон» до нее дошел секретный протокол директоров еврейского университета. Что такого секретного может быть в университете? Секретным решением их было перейти на преподавание на английском языке. То есть отказаться от еврита, пока что вторая только на второй и третьей степени. Понятно, что первая степень, она мерится и смотрит на вторую и третью, и очень быстро это должно перейти на первую. И эта газета «Маков и Шон» опубликовала это на первой странице, потом об этом уже говорили. Так что как бы этот университет, который должен был быть призван быть главным рупором возрождающейся современной еврейской духовной жизни на еврите, он переходит на преподавание на английском языке. Понятно, можно сказать, что еще решение не принято, это решение должно пройти через сенат университета, это только директора, несколько профессоров, и многие очень против. Неважно, есть тут определенное направление, которое очень-очень интересно заметить. Да, можно сказать, какая разница, какая разница, в любом языке будет преподавать только одно заведение. Есть в Израиле, слава богу, очень много университетов уже, и недавно добавился еще один, Ариельский университет, и очень много колледжей. И какая разница, пусть преподает на чем хочет, да, с одной стороны, да, можно к этому еще добавить, пардон, да, главное это, что кризис университетов, все меньше и меньше людей записываются, у них дефицит, дефицит, трудно себе представить, 14 миллиардов шекелей университета, и он как-то хочет, себя обеспечить, что вот будут теперь приезжать, привлечь студентов, не знаю, из Китая, из Южной Кореи, из которые у нас, которые, которых мы очень интересуем, неважно, да, то есть можно это объяснить, объяснить так, глобализация, все, кто хочет, продвигаться вперед в науке, понятно, может это делать только по-английски, давно уже только публикации по-английски продвигают членов учительского, профессорского состава, да, то есть все, что они публикуют на иврите, это вообще не считается, или считается очень мало, и поэтому все стремятся публиковать свои статьи в американских, на худой счет, в европейских научных журналах, да, и поэтому это это направление, да, это с одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что почти сто лет спустя, после основания этого университета в двадцать пятом году и сто пять лет спустя то, что называлось война языков в тринадцатом году это событие, оно очень знаменательное и не в лучшем смысле этого слова что я имею ввиду? чтобы это понять, нужно вернуться чуть-чуть назад, да, мы это проходили, ну, те, кто были, года два тому назад война языков какой война языков? война языков это происходило в начале двадцатого века в Эгет-Исраэль между да, то есть на тему преподавания в первом заведение заведения высшего образования а именно технион технион технион, хайский технион который был задуман еще в двенадцатом, тринадцатом году и те, которые вкладывали деньги в его основание это было общество эзра немецких евреев гривенная сумма сто тысяч рублей происходила от была завещана клонимусом Высоцким известным миссионистом главный он из Израиля известен своим чаем чай Высоцкий да, но другая часть суммы она происходила движения эзра которые поставили условия очень простой в этом заведении в техникуме хайском преподавание будет вестись на немецком почему ответ очень простой тогда наука о науке говорили в основном по-немецки даже по-английски понятно все научные термины они были немецкие деньги происходят в Германии Германия на тот период считается вообще можно сказать основой света чем в области науки философии музыки и так далее да и поэтому это было абсолютно понятно да с одной стороны с другой стороны к тому времени да было уже в Израиле в Эртисраиле существенная прослойка специалистов учителей преподавателей и даже да то есть даже людей которые для которых еврей был даже не только идеей частью их идеологии но и буквально каждодневной жизни да в Тель-Авиве который был основан в 1909 году на улицах в кафе все уже говорили на иврите как на обычном языке чтобы говорить там на иврите нужно было быть храбрецом потому что на тебя смотрели очень поздно и это был разговорный разговорный язык уже во многих детских садах во многих школах не во всех не во все части школы да то есть 6 из 20 плюсов да преподавалось велось преподавание на иврите и уже вышло несколько томов ивритского языка и уже да то есть то есть иврит возрождался с 1881 году Илья Забан-Юуда жил Верат-Исраэл Верат-Исраэл трудился над этим возрождением да у него было много помощников которые менее известны но которые менее важны да 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 и так далее да которые участвовали в этом в этом деле и поддерживали и поэтому когда наступает 1913 год учителя выходят на демонстрации и говорят что ради нашего языка древнего нового языка мы готовы даже проливать кровь на улицах почему они так яро выступили против инициативы движения ЭДВА потому что они прекрасно понимали они прекрасно понимали очень простую вещь что образование в целом во всей системе определяется верхушкой да с детского садика ты уже направляешь детей на то что они должны будут знать когда они будут поступать в университет а если в этом университете требуют математику на высоком уровне так ты будешь давать уже начало навыки в области математики если в этом университете преподают на немецком языке все немецкий язык станет обязательным языком пусть даже не не разговором неважно но главным языком обучение преподавание во всех этих нах во всех школах учебных заведениях а иврит а иврит останется провинциальным второсортным диалектом лишенным всякой необходимости для достижения какого-либо статуса в области жизни науки неважно неважно где прекрасно это это все все принимали что языковое знамя определяется вузами первым тогда это был единственный вуз и так велась война действительно это была совсем за тем непростая неоднозначная неоднозначная война и победа была в конце концов одержана после первой мировой войны в начале 20-х годов 22-м году если не ошибаюсь когда движение эзра в конце концов сдалось все и тогда техникум превратился в технион да якобы то же самое но одно с акцентом немецким другим еврейским неважно понять что что это было тогда дело всех всех лидеров жаботинский писал известную что я готов дату я знаю там всю русскую словесность половина русской словесности наизусть и пушкина наизусть но я готов все это променять на 9 квадратных букв да известный еврей это пишется тогда печатают квадратными буквами да и он преподавал этот язык и известно что там кстати еврейском универ еврейском еврейском университете да это в иерусалимском хранятся в библиотеке национальной там хранятся его письма которые он посылал Альберту Эйнштейну и где он его просит да перевести учебники по физике или подать совет по поводу перевода учебников учебников школьных учебников по физике на иврит какими учебниками пользоваться что взять как это что означает точно этот этот термин чтобы их точно перевести на на иврит да и мы видим что это усилия говорить преподносить сделать иврит общенациональным языком этим делом занимались все те абсолютно сионистские лидеры упомянул Жаботинского герцы тоже да сначала он написал что мол неважно какой язык здесь будет но потом и очень быстро он сразу да что вы да то есть тем более после того как он был за это из хаэля убил как многие уже и поют и учиться на иврите он сказал нет здесь языком должен быть понятно будет ивры вот да теперь это считается одним из главных достижений второй али ей переписываются три достижения и что она завоевала охрану у арабских черкесских и прочих охранников что она отвоевала труд на земле у арабских работников рабочих и сама начала этим заниматься и что она отвоевала язык язык который да то есть с тех пор было понятно что разговорным языком языком преподавания везде здесь будет ивры когда весной 1925 года был основан еврейский университет в Иерусалиме на горе скопус там выступили да там присутствовало 10 тысяч человек в этом амфитеатре который мы можем увидеть до сих пор на горе скопус они сидели вокруг кто успел на театре кто нет так вокруг там на песке и на скалах и там выступали Хайн Вайтсман там выступал лорд бальфур там выступал Эрберт Самуэль и там выступал Раф Куб там выступал Биалик который сказал призвание призвание этого университета что это будет источником вот как я сказал источником еврейского духа и его языка и понятно что не только на факультете литературы и на липфаке будут приводить на еврейском но на всех на всех научных химии биологии все 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 будет вестись на и выйти все университеты которые были основаны за за иерусалимским университетом все они пошли за ним неважно кто да то есть там то есть Тель-Авивский потом там Барилан Хайфа Бен-Буйон все 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 очевидно вообще вопрос даже не стоял на каком языке будет вестись там там преподавание да и это опять же это было достижение оскалы москелин сионистов да потому что религиозные да это так важно а продолжали молиться на на этом самом да были такие которые были против были такие которые были за но в принципе это не столь принципиальный вопрос нет верните нам пожалуйста нижнюю часть вашего лица а я себя не вижу поэтому вот так нормально вот да так лучше окей о да это потерял язык понимаете теперь мы тебя видим не в урезанном виде просто да 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 вот да то есть это было принципиальное дело принципиальный конё да то есть Маскилин, в 19 веке они начали писать романы, такие как Мапу, например, он писал на иврите, мало кто читал, мало кто понимал, но это было наше просвещение, возвращение к нашему языку. Потом этот язык стал распространяться, быть народным более, да, и так далее, да. Но так или иначе, это было дело рук сианистов Маскилин. Понятно, что были рабины, которые это дело поддерживали, но это нельзя сказать, что это было распространение главным приоритетом. Вот. Поэтому сейчас, когда мы смотрим на это достижение, сто лет спустя, примерно, плюс-минус, да, мы видим решение, решение Маскилинского университета, то мы задаемся вопросом, мы понимаем, насколько это важно, понимаем, насколько это важно, и задаемся вопросом, почему, чего вдруг. Да, я сказал, вначале есть некоторые экономические причины, есть и все прочее, замечательно, да, все понятно, все понятно. Но, если сейчас есть экономические причины, если переходить, допустим, что есть на английский, то уж тем более сто лет тому назад, когда иврита разговорного и научного не было практически, да, было основание изначально это основать на немецком языке, да, тогда что вдруг, как объяснить, что сегодня у этих же экономических причин им приписывается такой вес, такое значение, а сто лет назад, когда у них таки да было значение, мы их отбросили и основали все на иврите. Ответ простой, понятно, что за этим стоит идеология, понятно, что за этим стоит некое мировоззрение, которое, да, можно объяснить по-разному, да, то есть некоторые говорят, все, дорогие друзья, фианизм все свои цели достиг, достиг свои цели. Государство есть, жизнь бьет ключом, есть промышленность, есть новая, все это же, да, и поэтому следующий этап, следующий этап, это нормализация. Нормализация в каком смысле? Что мы должны быть полноценной частью развитой части мира, в основном западного, и глобального, глобальной деревни, так называемой, да, это то, что говорят, да, профессора, которые это поддерживают, наука по-английски, инвестиция по-английски, преподавание должно вестись по-английски, да, то есть учился, так и преподавал в израильских вузах, могу вам сказать, что для большинства, подавляющее большинство израильских студентов, английский язык, очень существенная преграда, да, то есть он, они далеко, подавляющее большинство не знают его на таком уровне, который им позволяет читать научные книги, да, и поэтому кто хотел хорошо заработать в университете, он мог просто писать сводки научных статей английских, по-английски писать их на иврите, и потом продавать, и это было очень востребованное, как сказать, ископаемое, ископаемое, потому что люди боялись английского, не хотели, и так далее, да, теперь, то есть понятно, понятно, что когда университет говорит, что мы переходим на английский язык, так он и говорит, знаете что, мне намного важнее мое место в мире, чем мое место в Израиле, и чем место в Израиле во мне, да, не только языка, языка понятно, языка понятно, но мне, допустим, абсолютно не важно, чтобы, не знаю, чтобы у меня учились, дам пример, вот Харидим, допустим, да, есть сейчас целое движение, целое течение, которое хочет направление, правительство и всех, и в Харидимном мире подключиться к Академии, да, при их условиях, не важно, даже чтобы они начали первую степень, вторую степень, они очень толковые, очень умные, и так далее, да, у них есть одна проблема, что английского у них нету, они его никогда нигде не учили, поэтому они его начинают учить после 20 лет, после 20 лет, понятно, что когда человек начинает учить английский после 20 лет, у него нету шансов, живя в Израиле, не в английской среде, приобрести и владеть этим языком, на таком уровне, чтобы спокойно учиться, на этом самом, спокойно учиться, и все уроки, не знаю, 30 часов в неделю, слушать уроки, читать книги, и все, все, все по-английски, все по-английски, да, что на это скажет университет, а какая мне разница, какая мне разница, да, то есть получается, что университет освобождает себя полностью от всякой обязанности перед еврейским народом, перед еврейским государством, кстати, важно отметить, что кто финансирует этот университет, еврейские народы, еврейские государства, да, кто постоянно из года в год покрывает ему его бешеный дефицит, 14 миллиардов шекелей, да, одному университету маленькому, да, 14 миллиардов, кто, вот только недавно, да, Министерство финансов дало университету еще дополнительные 700 миллионов шекелей, да, чего вдруг, да, то есть это, кто это, кто это дает, налогоплательщики, да, несмотря на все, это университет, буквально не говоря спасибо, говорит, замечательно, все, все это самое, дали деньги, великолепно, а мы теперь перенаправляемся полностью на, на англоязычный, англоязычный мир и так далее, мы прежде всего часть, и часть запада, и только на втором, на третьем месте мы часть Ливнего Востока, и на каком-то последнем, мы часть еврейского и сионистского мира, и теперь этот процесс во многом, можно сказать, он, с одной стороны, как мы реагируем, да, вы не даете вопрос, где это, жаль, жаль, что вы не пишете, пишите, сдавай, да, с одной стороны, я пока продолжу, да, это возмутительно, возмутительно, ты берешь мои деньги, направляешь их на свою собственную пользу, в ущерб твоего, даже не национального долга и так далее, но твоей, твоего призвания, есть определенное коллективное призвание общественных университетов, они не живут сами по себе, они не в космосе, они в определенной стране и так далее, я даже не отвечаю к тому, что во Франции, если бы был университет, который бы вздумал преподавать по-английски, чтобы с ним было, да, в каждой стране преподаются в своем языке, в Германии по-немецки, в этот самый, да, в каждой стране, даже в самой маленькой, в самой маленькой, почему-то мы это самое, да, если это будет по-английски, то в лучшем случае вы станете провинцией, потому что вы никогда не переплюнете университет, который живет в англоязычной среде, и который живет этой культурой, а здесь вы как будто инородное тело, которое будет по сравнению с естественным телом, искусственным, провинциальным, второсорским, да, но задается вопрос, да, я сейчас прочитаю, Минахин написал этот вопрос, откуда это происходит, а почему бы не создать в университете иностранный факультет, где учились бы только иностранцы, есть такое, давно есть, эти программы, они давно существуют, давно существуют обмены студентов, и есть, и есть, да, то есть курсы, которые они проходят по-английски, которые приезжают со всех стран, да, есть, давно есть, то есть то, что цель этого, этого нового указа, это поголовно это превратить, да, чтобы эти программы по-английски, они не были исключением, они были правилом, а преподавание на иврите стало исключением, например, на факультете Талмуда, там будут еще преподавать на иврите, на факультете ивритского языка, литературы, там можно еще на иврите, все остальное, зачем? Все остальное, там будет английский, править балом английский, английский язык, и тут, да, я бы хотел, когда мы, да, нет, до этого еще, до этого еще, да, то есть кто, в какой газете это опубликовалось, да, то есть и это, да, и редакторы этой газеты прекрасно знали, что это читателей приведет в шок, да, это газета Маков и Шон, это газета правого толка для правых, образованных, не знаю, какая, да, правой интеллигенции, да, не только для интеллигенции, да, но все же ее не читают 20-30%, ее читают 4%, ее читают 4% плюс-минус. Население это, наверное, правая интеллигенция, которая, которая там готова получить, не знаю, дюжину очень длинных и интересных и продуманных статей раз в неделю, в основном она выходит в это самое, в шабах, то есть, кто против этого, против, кого это возмущает, людей, право, сионистского, сионистского толка, которые себя, пусть и чувствуют гражданами мира, но прежде всего, членами своего народа, и гражданами своего, своего национального государства. А есть, насколько это вызовет шок у левой интеллигенции, я совсем, я сомневаюсь, я сомневаюсь, почему? Потому что уже давно пользование английским в определенных кругах, достаточно продвинутых, в кругах израильского общества, это стал признаком статуса. Это целый ряд терминологий в прессе, в Тель-Авиве, не только в Тель-Авиве, в определенных, богатых в основном районах, то есть там уже название магазинов, название кафе, название очень многого, чего это уже английский язык пользуется, то есть английский американским, американским языком. Наверное, Нобелевский приведет. В том-то и дело, что я боюсь, что это не приведет к Нобелевскому премию, а профессиональной наукой ты не даешь Нобелевскую премию. Оригинальность, уникальность тебя получает. Нобелевская премия это какое-то уникальное открытие, уникальность не рождается на пустом месте, уникальность рождается на каком-то уникальном наследии, которое потом ты можешь переводить на английский, но оно не рождается у тебя по-английски, у тебя оно рождается на твоем мировоззрении, и потом ты его уже распространяешь на языках, которым пользуется на русском мире, да? Но это не наоборот, не наоборот, да? Потому что это просто это самое, да? Теперь и то есть мы видим, что на самом деле вот это решение университета, оно не только причина, но оно и следствие определенной тенденции, который уже не видит собственно ценности сохранения сохранения еврита, да? То есть ему скажут Рейгану, ты ведь не понимаешь, что твое решение отразится через несколько лет на Тель-Авивском университете не сразу, да? Сначала это будет одна кафедра, потом другое, потом несколько еще, потом, а потом постепенно, везде, 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 и потом любой человек, который будет говорить на еврите, он будет тебя чувствовать старосортным, и уже откроются школы, где главным языком будет преподавание, будет английский, и в конце концов не пройдет поколение, едва, и это распространит, да, в городах, которые, то есть то, что нас будет делить, не дай Бог, да, это не то, что, не знаю, там, один придерживается одной политической связи, другой политической связи, мы все говорим на одном языке, да, мы все служим, мы все ходим более-не-менее в одну школьную систему, а тут получится, что нет, языковой барьер, да, возродится языковой барьер, между, мы не перестанем понимать друг друга, да, как будет действовать армия, на каком языке будут даваться приказы, да, будет офицерский курс по-английски, офицерский курс на еврейсе, и так далее, да, то есть можно задать, можно задать все эти вопросы еврейскому, да, он вместо еврей, еврей, именно в корне еврей, еврей, да, задать этот вопрос, на что он расскажет, да, мне это, собственно, не столь важно, не столь важно, да, то есть это языковое проявление постсионизма, все, сионизм кончился, сейчас сионизм это еврей, мы надходим, до свидания, нас заботит наше, наше заработ, наше процветание, и так далее, да, и тут можно отметить, можно посмотреть на, как и привести одну цитату, мы ее привозили, да, но что на более глубоком уровне, на более глубоком уровне уже сто лет тому назад, как известно, Илья Забаниуда и Ирак Кук, они были соседями, они жили буквально на расстоянии, там, пару сотен метров, и не раз, Илья Забаниуда заходил в Краву Куклу за советом, с вопросом, как это перевести, как это перевести, как это сказать на иврите, Ирак Куклу давал советы и так далее, и Ирак Кук поддерживал, в конце концов, он поддерживал, да, конечно, как мы говорим на этом языке, но это очень приветствовал, и он говорил, откуда должны быть источники, это такое, неважно, да, но было одно но, которое мы видим здесь, да, и которое он пишет там, это в книге ООС, в книге ООС, каждый язык произвлекает из особого взгляда на действительность, то есть, в отличие от того, что говорил бы Ирак Куклу, и еврей, язык это не источник всего, да, то есть, язык во многом порождает народ, и что это, народ должен, нужно возродить народ, чтобы был, чтобы было кому говорить на еврейский, главное это еврейский, еврейский, да, то есть, и Равку говорить нет, что язык, это номер два, язык это уже следствие, следствие чего? определенного взгляда на действительность, у меня есть взгляд, как я смотрю на действительность, у меня нужны слова, чтобы выразить этот взгляд, да, если я смотрю призмы климата, так у меня, то есть, климат определяет все, так у меня будет очень богатый, синаптический, да, климатический словарь, и более бедный, не знаю, там другие, если у меня, и я, технического склада души, да, так у меня будут занимать, не знаю, там кнопки, педали, там всякие, провода и так далее, да, если я более духовного склада души, тогда понятно, что терминология в области духовной, в области неосязаемого, да, меня будет занимать главное, главное место, да, иными словами, да, то есть, мы понимаем, что не язык творит, а язык творим, чем? Вот этим взглядом на действительность, что такое еврейский взгляд на действительность, продолжает на вкус, еврейский взгляд на действительность, это взгляд сквозь призма коды, святость, да, этот особый взгляд породил язык иврит. Истинно, святой язык. Так мы называем его иврит. Лошон Акоддеш, язык святости. Вот это то, что он выражает. Лошон Акоддеш, освящение. Сколько на иврите приходили из праздника Хануки, чтобы говорить о свете и о разных его появлений. Отдаление от святого взгляда лишает язык твоего блеска. И сколько бы нам не старались внушать любовь к языку по разным и вполне разумным причинам. Если параллельно они отдаляются от стремления к святости жизни, то в их попытках открывается ненависть к духу языка. То есть он говорит, замечательно. Молодцы, что возрождаете. Но на что вы опираетесь, когда возрождаете язык иврит? На национальную гордость замечательно. На том, что у нас тоже должен быть свой язык великолепный. А главное. А главное вы не понимаете, вы не упоминаете, да? То есть вы это более того, может, предлагаете даже как альтернативу святости. Вот у нас будет язык. Можем справиться без торы. Можем справиться без нашего национального достояния. А если вы воспринимаете так, то тогда в ваших попытках возрождения языка скрывается на самом деле ненависть к духу языка. Ненависть, что такое дух языка. К этому взгляду, который породил этот язык. К этому взгляду на действительность, который его породил. Поэтому язык будет более ясным и чистым только поскольку он будет служить прославлением Всевышнего в мире. Иными словами, ты не можешь отделить иврит от того, кто нам его дал. А именно Всевышний. Об этом, кстати, писал Гершом Шоллинг. В 20-х годах у него есть длинная переписка с своим другом, тоже профессором английского ивритского университета. Франц Розенфайг. Франц Розенфайг. Он нам пишет и он нам говорит, что, ты не понимаешь, не может быть, что когда возрождается, возрождая иврит, мы не возродим его большой буквы в присутствии среди нас. Не может, среди нас, не может быть, что его язык тут, а его нет. Да, очень интересный. Очень интересный, очень интересный подход. Но так или иначе, Равкук, он пишет, что если мы возрождаем этот язык без возрождения связи, в конце концов будет ненависть к этому языку. То же самое он говорил, если мы возрождаем нашу связь с нашей землей, не возрождая основы этой связи, а именно, что эта земля, нам Всевышний поклялся ее дать, то в конце концов мы возненавидим эту землю. Мы не кто-то другой. Мы, мы, мы. Те среди нас, которые отказываются подключиться к первоисточникам. и отказываются это основать на первоисточниках. Понимаете, когда вы первоисточник, это очень просто, да, на Торе, на Пятикнижье, на Танасе. В святом его смысле. В святом его смысле, да, то есть это очень, понимаете, очень глубокий, глубокий взгляд. Ты не можешь, ты не можешь, да, то есть, если ты сажаешься сейчас в дерево, и ты отрезал его от его корней, неважно, сколько ты будешь его поливать, и класть навоза, и пшикать, и дерево завянет. Дерево засохнет. И поэтому пишет Рафук то же самое с языком иврития. Только эта связь с призмой святости позволит этому языку процветать. Даже поколение светской литературы на иврите не продержит. Кстати, источник литературы на иврите, и, можно сказать, эталоном литературы, светской, в кавычках, литературы на иврите. Кто им был? Шай Агнон Шмуэль Йосеф Агнон И все произведения пропитаны пропитаны святостью, пропитаны Торой, как говорят Рафшерки, ты не можешь по-настоящему понимать Шай Агнона, если 10 лет не учился в Йосефе. То есть, даже светская ивритская литература, и они все пишут, да, «Наш учитель» — это Шай Агнон. А когда он перестает быть учителем, или такие, как он перестает быть учителем — это уже уходят совершенно другие края. Вот, поэтому, мне кажется, что, если посмотреть, есть несколько объяснений этому решению евритского университета, на мой взгляд, это самое глубокое и интересное из них — то, что пишет Батраб Кук и Геоу. Давайте вопросы, давайте комментарии, давайте. Понятно, что это безобразие самое натуральное. Тут даже обсуждать нечего. Я просто хотел сказать о том, что я сейчас учу Ародатшуа в Евруте. И этот язык, Рава Кука, которому написано, эта книга просто восхищает. Это такой полет слова, это такая высота. И когда мы переводим на русский язык, настолько опускаем мы весь этот перевод. И понимаешь, что ты только лишь какую-то часть. Поэтому мы как бы слово за слово, чтобы пробираться. Но это полет, это такой полет. Ни на другом языке вообще. Просто невозможно было описать эту книгу. Поэтому просто такое ощущение, это Ара Татшуа в этой книге. Да, да, да. Находим, находим. Лейзер, можно я теперь скажу свою точку зрения? Потому что Михаил сказал... Это шифра. Шифра, шалом. Шалом. Значит, Михаил сказал очень здорово, потому что он действительно очертил проблему. Понимаете? Если вы говорите о религиозных дисциплинах, если вы говорите о торе, если вы говорите о чем-то, что написано, что имеет свои корни в иврите, то вы, безусловно, правы. Но барэга, что вы переходите к техническим каким-то наукам. Наука сейчас, она международная. Вы можете поехать в любую страну мира. Вы не найдете ни одного ученого и ни одного студента хорошего, который бы не владел свободно английским. Это международный язык общения. Теперь, если вы нас запрете в том, чтобы разговаривать на иврите, это будет гетто. Это будет гетто, потому что не может наука вариться в своем соку. Не может студент выучиться, не читая оригинальные работы. Это не первый класс, это не пятый класс. Студент должен читать то, что люди сделали. У нас уже был эксперимент в Советском Союзе, когда наука работала на одном языке. Поэтому мы получали статьи и книги десятилетней давности. Пока их люди признают хорошими, пока их переведут, пока их напечатают. Проходило 10 лет. Это невозможно. То есть нужно решить, хотим ли мы только изучать Тору. И тогда нам не нужен английский язык. Действительно, либо мы хотим заниматься светскими дисциплинами, я имею в виду техническими, я не имею в виду религиозные. Я имею в виду именно технические дисциплины, которые очень быстро развиваются. Их нужно читать сегодня. Сегодня напечатали, сегодня нужно читать. Через год, пока вам переведут, уже не нужно. Уже это старое, уже весь мир говорит о другом. В Израиле не только что это нету, этого и никогда не будет. Мы маленькая страна. Понимаете, у нас головы хорошие. Например, вот если вы посмотрите там в какой-то науке, в любой части, да, например, там есть в мире 20 тысяч ученых. В этой области, в Израиле есть 100 ученых ГАК, ГАК и Нобелевские премии. Понимаете, нельзя без английского. Просто потом, понимаете, это же еще обязательно общение. Потому что если вы ни с кем не общаетесь, то ваша наука не стоит ничего. Вы изобретаете велосипед изо дня в день. У меня вопрос. Никто ведь не говорит об отмене английского. Говорят об отмене ивритов. Английский. Понятно, что все учебники, что когда я учусь там на первой, второй степени, неважно третьей степени, неважно, понятно, в науке, подавляющее большинство книг, которые я должен читать, они по-английски. Совершенно верно. И когда вы общаетесь... Первые курсы. Никто не говорит об отмене английского. Английский очень присутствует в Израильской Академии. Речь идет об отмене иврита. Ну, тут я с вами согласна. Отменять иврит, конечно, не надо. Вот, об этом идет разговор. Но английский должен быть на очень хорошем уровне. Английский должен быть на уровне, конечно. Об этом тоже нету спорта. Но как средство достижения, но не достижения научных разных достижений. Понятно. Это понятно. Но я вам скажу, я вам дам другой пример. Например, например, да, то есть подавляющее большинство... Сейчас я прочту еще же. Это то, что происходит, когда люди, я ирина здесь читаю, начинают читать деление слова «еврей». Национальство, когда народ забыл о том, для евреев основа определения евреев является, да, то есть еврейская религия, то есть сам, и вышний, которого золотой. Да, на самом деле, да, основой это является само деление на народ и религию, это не еврейское деление. Да, то есть это деление, на которое нас вынудило голубь изгнание, которое нас привело в мир, где принято это деление. Но изначально в первом храме такого деления не было, да, понятие «да» приходит, вот как раз, когда мы уходим в изгнание, впервые мы о нем слышим в свитке СТФ. Шифры вы сдаваете человеком, кто знает несколько языков, но это ему не мешает говорить на английском. Спасибо. Такое отношение к евриту в том израиле. Да, есть такое, есть такое, частично, да, я бы сказал так, да, что значит такое отношение. Человек, который начинает, не видит, сомневается в своих правах, то он начинает сомневаться в составляющих частях своей идентичности. и когда он стесняется в себе, в своем национальном «я», так он будет стесняться и в своих обычаях, и в своих заповедях, и в своем праве на свою землю, и в своем праве на свой язык. и будет говорить на плохом английском, со своим израильским акцентом. и вот, да, но теперь я бы хотел вернуться к, мне кажется, шифрам вы сказали, да, я хочу дать пример из области, которая не научная, но и не, не, скажем так, духовная, не знаю, возьмем юриспруденцию, да, в последние десятилетия Иерусалимский университет выпускает немалое количество профессоров, которые все специализируются в каком праве? в американском. Почему? Потому что они, чтобы продвигаться, должны публиковаться в американских газетах, в американских журналах. А последних интересует, естественно, не еврейское право, а американское. И поэтому они становятся специалистами в этом праве. Они, поверьте мне, они не станут специалистами лучшими американскими профессорами, которые там живут, в Америке. Но они станут достаточно специалистами, чтобы публиковать одну, две, не знаю, сколько статей в американских журналах научных по юриспруденции. И какой результат у нас? У нас, что они вообще не принимают никакое участие в продвижении науки, если можно сказать, юриспруденции в Израиле, да, которые, у которых проблемы, существенные проблемы, да, то есть то, что происходит сегодня система, юридическая система в Израиле. Но другой вопрос. Другой вопрос, но который связан с тем, что все наши профессора направлены туда, чтобы нас, этот самый, профессор, который, который сделал революцию в юриспруденции, и плохую революцию, ужасную революцию, в израильской системе судебной, судебной, когда, где он получил свою профессору? В еврейском университете, еврейском университете. И он вообще спустил на тормозах в этом университете все преподавание, преподавание еврейского права, невероятно богатого права, невероятного богатого права, да? Но он его спустил, то есть теперь, чтобы быть доктором, профессором, адвокатом, у тебя даже не требуют в еврейском государстве, чтобы ты хоть как маломальски разбирался в еврейском праве. Знаете, к чему это привело? Поэтому я этот пример специально привел, чтобы как бы, с одной стороны, я с вами согласен, да? Физика, да, физика, ну, по-английски, по-английски, не знаю там, ну, понятно, да, то есть ты можешь здесь начинать из-за, но в конце концов твои достижения, твои достижения, ты будешь их преподносить на разных конференциях симпозиумах мировых, по-английски. И от этого местная наука, физика, она только выиграет. Но есть целый ряд областей, где это наносит невероятный ущерб не только Израилю как научному, научной там, не знаю, империи, стартап-нейшен, неважно, да, но и в прямом смысле государству. Государству, да, то есть наносит ущерб к сионизму, то вот появляется целая каста юристов, которая придерживается постсионистских взглядов, абсолютно постсионистских взглядов, понимаете? Поэтому понятно, что исследование и прочее десятая везде там на языке науки, но главный язык преподавания, главный язык преподавания, понятно, что это должен быть? Понятно, что это должен быть и третий. Можно вопрос? вопрос? Матан? Да, РФТОХ. Немного провокационный такой. Почему такой вопрос не встает, например, в Европе? Почему немцы не хотят отказываться от немецкого, француза, французского, китайского, китайского? Надо еще предложить всему арабскому миру отказаться от арабского и перейти дружно всем на английский. Это же очевидно неприкрыто политически. Это политическая диверсия просто. Но потому что ответ очень простой. В Германии не комплексуют по поводу немецкого. Во Франции очень горды французским, хотя я должен сказать, что меня не удивит, что учитывая те темпы, по которым эти общества проходят исламизацию, что очень скоро они готовы будут открыть университет на другом языке, уже давно по договоренности с арабскими странами. У них там только арабы и только родной язык арабский могут преподавать на всех факультетах, которые связаны с арабским миром. Это уже там в 80-х 90-х годов, с одной стороны да, с другой стороны мы видим, что я не хочу на них равняться. Другое, что я хочу отметить, я писал хорошую статью об этом журналист, Макро Ишон, его зовут Иуда Ифах, Иуда Ифах, что он потерял мысль. А, вот, что одна из причин, по которой мы не упомянули, по которой Иерусалимский университет хочет перейти на английский, что на многих факультетах уже более половины студентов арабы, арабы, израильские арабы, или неизраильские, арабы иудеи-самари, которым порой английский ближе, чем иврит, да, то есть они его лучше знают, они лучше знают английский, и для них, чтобы им было легче, это самое, да, понятно, что это им как-то палка двух концов, для них, да, что они выучат, они закончат степень по-английски, какую они в Израиле найдут работу, если они на иврите не умеют говорить, можно сказать, замечательно, пойдут искать работу где-нибудь в Европу, в Америке, окей, да, но не важно, да, мы сейчас не об этом, но, но как бы это тоже причина привлечь еще больше арабских студентов, да, вот, но так или иначе, да, то есть мы должны закругляться, но это, я об этом заговорил, не только потому, что и мне это интересно, это, да, сейчас, почту, Ирина, инициатива юридского университета хорошо демонстрируется опасную, довольно распространенную тенденцию отказать юридских байзеров духовных ценностей в юридском государстве Израиля. Диагноз этого описан в истории, спрямление, кстати, все другие народы, соответствующие последствия. Ну да, да, то есть это, вы говорите, что это всегда было, да, то есть когда мы говорим о, не знаю, о царстве Ахава, царстве Амри, израильского северного царства, да, оно во многом, да, в конце, с одной стороны, принимало ценности других народов, в конце концов, это распространялось, это, то есть ничего нового нету, Ханука все еще актуальное, Митявним, Эллинисты, и Хосидиим, и Макавеи, да, то есть да, и однозначно, однозначно, и как решить этот вопрос, мне кажется, да, то есть назвать это не в себе, не важно как, но то есть новый толчок, новый этаж сионизма, это который будет включать эти универсальные ценности в в нашу духовную, в нашу духовную карту, да, не только религиозная, не только национальная, но и универсальная, и это, да, это следующий вызов, можно сказать, пророческого, пророческого сионизма, христианского сионизма, вот, но, ну, короче, да, то есть дебаты из древности, все еще очень, древности, и начало сионизма, все еще очень актуально, вот, тогда, меня все равно, мне непонятно, мотив инициатива есть университета, это хорошо, это хорошо, в корне, да, вот, то, то, дорогие друзья, всего вам доброго, на этом мы завершим, сегодняшнюю встречу, и, вы затощаем, на следующей неделе, в пользу, в пользу, такое спасибо вам, Продолжение следует...